кошачья весна и нам не до сна схожу я с ума кошачья весна домой пришла настроение хорошее началась погодушка когда от шапки сейчас будет голова чесаться обязательно надавлена от шапки вот бушка чесаться от шапки все началась красота погодушка мне замок разошелся на куртке но слава богу я всегда было предусмотрительно и теперь покупаю куртки с этими с кнопочками обязательно когда на замок застёгиваю привычка кнопки не застёгивать но у меня вечно ломается этот самый замок и когда меня спасают кнопочки красота замком конечно вопрос я решу может быть но это не точно вот просто это так радостно когда у тебя с самого утра когда тебе нужно куда-то идти обязательно раз и поломается замок это прям благодать прям сейчас приходят сообщения родители решают присылают иногда рекомендуют куда-то пойти мы кстати хотим сходить в музей внутренних органов я когда владимиру об этом сказал он подумал что я говорю о ментовке вот я говорю нет внутренних органов человека из чего человек состоит вот в общем хотим ходить сходить в этот музей тоже это учительница инициатива она предложила мы хотим сходить ребенку предложила он хочет но вообще когда начинают предлагать кучу всяких кружков там я не знаю футбол музыка какая-нибудь роспись на футболках или художественные какие-то студии робототехника ты сидишь и думаешь так ребенок ходит в школу у него кружок английского и он как бы задействован с 10 с 11 утра по-разному до 4-5 вечера и я такая сижу и думаю пока вот в 5 вечера он освободился да опять же с 10 утра вот он пока оделся обулся там дошел до школы да и вот в пять часов например тоже урок закончился пока оделся пока обулся пока пришли домой скинули себя это шматье естественно за целый день за эти 7 часов в среднем школе конечно же он хочет кушать вот пока ты его покормишь какие кружки будут работать 6 а то есть 7 вечера пока ты доберешься до этого кружка я не знаю если такие кружки для восьмилетних детей я думаю нет если нужно ходить с утра до школы ну короче у нас и на раз занятия домашние занимают пять часов это знаете когда вот он приходит да и например там в одном уроке например нужно там выучить спеть песню выучить песню дам выучить там я не знаю 10-15 слов каких-нибудь например на английском да выучить 10-15 слов раскрасить одну картинку размером а4 да вот там вставить пропущенные слова там или пропущенные буквы какие-то там стрелочками что-нибудь обозначить вот и например еще нарисовать какой-нибудь рисунок там свой класс например там нарисовать свой класс то обычно к это небольшое станет уже не а4 например а там а3 формат да вот то есть опять формат например или еще меньше матреты загнула не в ту степь пошла вот и нарисовать например там себя да небольшой там половинка вот а4 этаж опять да вот или еще меньше вот например нарисовать себя ли нарисовать свой класс еще один рисунок пишу нарисуешь ты его раскрасить надо и там например что-то написать да то есть какое-то описание этого рисунка липус на там что-то выучить какой-то рассказ то есть что это за рисунок что-то будешь рассказывать о нем и вот например вот такого вот задания понятно что это ну не меньше часа или когда там например прочитать нам выразительно туда же до кучи прочитать выразительно там 6 страниц опять же не забываем ребенку 8 лет это второй класс прочитать там 6 страниц с выражением какого-нибудь текста текст например сложно то есть много слов Которые мы в обычной речи не употребляем То есть ему нужно еще объяснить эти слова Чтобы он понял, нормально их прочитал С правильным ударением Мы обычно читаем один раз все тексты Но если текст сложный И плохо он его прочитал То мы читаем 2-3 раза этот текст Вот Я всегда сижу вместе с ним делаю домашки Он сам никогда не делает Он сам делает, то есть если написано Там написать 3-5 строчек Новых слов, например Каких-то по-английскому для лучшего запоминания Прописать их прям Ну он конечно их сам пишет Ну что мне там сидеть делать Он их сам пишет А когда вот что-то такое нужно прям подумать Поделать, помозговать Мы сидим, я вместе с ним ему помогаю Мы вместе разбираем Вот мы сегодня, например, с ним разбирали картинки По окружающему миру Я показываю на картинке Он рассказывает, он сам все рассказал То есть я не искала сама никакую информацию Он мне сам рассказал все, как он думает И он все правильно, все хорошо рассказал То есть молодец То есть того, что он учил и читал до этого Ему было достаточно для того, чтобы разобрать эти картинки Вот И рассказать самостоятельно всю эту инфу То есть тут я довольна, я горжусь Но все равно Например, там, да Прочитать там текст какой-нибудь Там, например, сделать какое-нибудь задание по карточке Еще и рисунок нарисовать Ну, то есть понятно, что каждое задание Если вот оно такое обширное То оно будет занимать около часа И когда, например, на завтра домашек задают штук пять И каждая большая домашка И каждую мы будем выполнять по часу То получится, что сама домашка займет пять часов Это не только так у нас Это и у других родителей Это с кем вот я общалась Разговаривала Они этот факт подтверждают Вот, что у них та же самая история Тоже часов по пять бывает занимает Бывает, весь вечер сидят до одиннадцати И на утро еще переносят эти домашки У нас та же самая история В принципе, я не шибко говорю Мы изначально с Домиром договорились Что мы в этом году То есть если в прошлом году он ходил на творчество И на английский В этом году он ходит только на английский язык дополнительно То есть у него и в школе английский Теперь уже со второго класса И он ходит еще в English Club Вот, то есть это английская школа Он еще там занимается В идеале, ну мне бы хотелось Чтобы у меня ребенок говорил на английском Когда закончить школу Вот, поэтому он этого тоже хочет Я ему вообще не предлагала туда ходить Я не знала об этом кружке Дети уже недели две отзанимались И Домир туда попал чисто случайно Ему очень понравилось Я говорю, ты хочешь ходить? Он говорит, да И я тогда все узнала учительнице Она меня, так сказать, свела по ватсапу С учительницей, которая преподает там Я написала ей Вот Она мне не ответила Я начала Как бы терроризировать нашу учительницу Мол, так и так Ребенок хочет ходить Мне учительница не отвечает Тогда она ее сама нашла в коридоре Сказала за меня, что есть еще ребенок Который хочет ходить Короче, она в итоге прочитала мои сообщения Она мне в итоге ответила Все, и по стоимости учебников И по стоимости Сколько стоит каждый месяц Вот обучение Все потом решилось Я купила учебники Я подписала контракт Домир сразу же со следующего занятия Начал ходить Вот Мы сначала дали По-моему, на распечатки Он позанимался один раз А на следующий раз Мы уже принесли комплект учебников Я сначала оплатила сразу комплект учебников Вот А потом Может в течение недели Наверное, максимум Я уже оплатила учебу Подписала контракт Я, наверное, через месяц Аж после того, как он начал учиться Мне забывали принести контракт А принес Домир контракт Через полгода От меня дождались контракта Подписанного Где-то через полгода Вот так вот То есть от меня ждали его гораздо больше Чем я его ждала От преподавателей Я постоянно То забывала его подписать То, короче, я забывала Его Домиру положить в портфель То потом Домир забывал его отдать В общем, у нас такая вот Круговая порука Такая цепочная реакция пошла Вот В общем-то Что, Бубонька? Как-то так Я тебя разбудила, да? Как-то так, в общем-то, у нас пошло С этой историей И, в общем, мы договорились с Домиром Так как сейчас вторая смена Что мы не будем ходить пока что По идее Ни на какие дополнительные кружки Во втором классе Пока вторая смена Насчет третьего класса Подумаем И четвертого Английский у нас так же всегда остается Вот А другие кружки я подумаю Добавлять или нет Мы хотели записаться В первом классе на робототехнику Но мне не ответил Ни один из преподавателей В обычных школах Робототехники Которые вот Ну, в других каких-то клубах преподают Мне там учителя ничего не ответят Да, я пройду Я хожу туда-сюда У меня шило в заднице губу Я писала обычным учителям Вот, которые преподают В разных творческих студиях В находке И мне никто не ответил На мои сообщения Мне никто не ответил На мои звонки Что странно На звонки тоже никто не отвечал Потом Значит, я написала еще преподавателю А, я позвонила преподавателю Который преподает у Дамира в школе робототехнику У них есть кружок робототехники в школе Тоже от какого-то клуба Они просто приходят и проводят занятия Для детей возраста Дамира в школе Вот У него время совпадало с английским Английский для нас важнее Вот, чем робототехника Я спросила еще раз по этому поводу у Дамира Есть ли смысл бросать кружок английского Вот, ради кружка робототехники Дамир согласился, что нет, в этом смысла нет Как бы Мы думали, возможно, походить летом На робототехнику Но летом мы погрязли в горах, скалах, пляжах И так далее И как-то мы никуда, ни на какие кружки не ходили Дамир летом также был в лагере И Дамир был еще в От English Club Он был в театре английского То есть у них был типа театр Вот, вот таким образом у них шли уроки Вот Вот, они там ставили свою какую-то сценку, пьесу Вот Дальше что хотела рассказать Дальше, дальше, дальше Давайте возвращаются мои видео От которых все рассказывали Меня тошнит, зачем ты ходишь на видео? Я хочу Я вот даже когда по телефону разговариваю Я постоянно хожу туда-сюда Я редко сидя вот так вот разговариваю Как-то, ну, сейчас чаще сижу Когда разговариваю Но хожу я все-таки чаще То есть я сейчас не так редко уже сижу Не все время хожу, когда разговариваю по телефону Сейчас А иногда все-таки еще бывает сижу Во время разговора Вот Во время видео чаще у меня телефон сейчас стоит на штативе И я разговариваю с вами именно таким образом Вот Такая у нас незапланированная беседа случилась с вами Одиннадцатиминутная Но она и дальше сейчас пойдет Сейчас будет больше В общем-то Что я хотела рассказать Главное это все выложить Потому что у меня в последние дни была мигрень Я была расстроена где-то неделю Я была расстроена У меня даже днюха прошла в таком вот не очень хорошем настроении Но я этим с вами делилась Мне просто очень сильно испортили настроение И поэтому у меня как-то хреново все пошло Вот Дальше что хотела сказать Если кто-то подумает, что у меня косоглазие У меня косоглазие Я почему-то все время смотрю сюда Вот Не знаю почему так Как-то оно так повелось Вот Да, я когда записываю видео Я себя рассматриваю Смотрю на себя Я не смотрю на эту маленькую черную точку Называемую объективом Я на нее не смотрю Я ее не вижу У меня плохое зрение Я не знаю куда смотреть У меня начинают болеть глаза Когда я смотрю в одну точку Не умею Хреново из меня Этот самый блогер Я не умею смотреть в объектив Возможно мне нужно купить какой-то более крупный объектив Тогда я буду смотреть в объектив И я не записываю горизонтальные видео Черная рамка по бокам Вот А сейчас мне уже давно плевать Вообще Оно как-то так повелось Уже два года я так снимаю И как бы мне вообще все равно У меня вышло на канале больше 4000 видео Мне вообще плевать Как там оно развернулось в мое видео Абсолютно Пофигу блин Вот Мне главное что меня смотрят Меня любят Мне пишут И я вас тоже люблю Тех кто меня любит Смотрит и пишет мне Вот Мне даже донаты присылают периодически Поэтому Друзья мои У нас с вами взаимная любовь А с кем у меня взаимная любовь Вот Мне кажется Им гораздо больше важна Именно душа Видео Моя душа И так далее Вот эта душевность Ламповость Мне кажется Она гораздо более важна Чем красивый свет Красивая картинка Красивая внешность Я не знаю Блогера И так далее Вертикально там Или горизонтально Мое видео расположено Если Некоторые люди Многие люди Вообще не смотрят видео Скажем так На ютубе А просто их включают Для фона То вообще О чем можно говорить Какая вообще тогда разница Как у меня расположены Видео Горизонтально Или вертикально Ну вот А как это понимать Ты украл зайца Ты украл зайца Ой воришка кошачий Все же было нормально Нет Аж плюнула Фонтан эмоций у меня Я Фонтанирую эмоциями Бубуня Ой Стих мы тут учили Утром Стих Кто-то не учил Говорит Можно завтра Рассказать Мы учили Мы старались Мы учились Мы работали над этим Этим летом Мы И до рассвета Все У меня короче Вот Много кто рассказывает Это он там Скучно Не скучно Самоизоляция Прочая фигня Мне вообще не скучно Дурному Не скучно я самому Мне вообще абсолютно Все равно Мне реально не скучно Я Наполненный человек Я цельный человек Вот Мне абсолютно плевать Одна я С кем-то я Мне всегда весело Мне всегда хорошо Мне всегда комфортно Если мне не комфортно Будет самой с собой То что я могу дать Другому человеку Что я могу дать Этому обществу Если я сама себе Неинтересна Поэтому я считаю Что человеку Должно быть Интересно Самим собой В первую очередь И уж тем более Тогда ему будет интересно И с другими людьми И другим людям Будет интересно С таким человеком Ну вот как мне кажется Да Как я думаю Так в общем О чем это я В общем лето у нас Было очень насыщенным Мы то в горы То на скалы То на пляже Дамир ходил Дамир в лагере был Дамир был в английском В этом самом театре Вот Так у них уроки Были поставлены В виде английского театра Господи залезать Я уже об этом Как бы рассказывала Вот В общем-то Мы достаточно Не скучно провели лето И как бы О робототехнике Мы не вспоминали Как тут друг Еще и преподаватель Очнулся Ну Мы не можем Совместить эти уроки Сейчас Я думала Либо онлайн Заниматься Хотели еще Английским онлайн Позаниматься С лисенком Вот этот вот Забыла Как называется Этот клуб Там лисенок Такой Он еще есть В плеймаркете Этот лисенок И этот клуб Значит Он построен На том Что с детьми Занимаются Разговаривают На те темы Которые им Интересны То есть Если это Гарри Поттер То урок Как бы построен На этом С ним разговаривают На эту тему Если это Майнкрафт То о Майнкрафте И так далее И это мне кажется Очень интересно Но мы об этом Подумаем Немножечко попозже Мы решили Небольшой взять Тайм-аут Немножко отдохнуть Потому что У нас Все наши занятия Продлились До июля месяца И то есть Мы по факту Отдохнули Полностью От школы От всего От всех занятий Только в августе И вот в сентябре Опять школа Еще и вторая смена В общем Ребенок просто загружен Мы так не будем успевать Я не хочу его мучать И я не хочу ему Запихивать Еще какие-то уроки То есть Он спокойно Ужинает После школы Делает уроки И играется Занимается Чем он хочет Разговаривает С бабушками Общается с друзьями Смотрит видосы Что-то делает Вот Поэтому Я не буду запихивать Еще один кружок Возможно На каникулах На летних Мы подумаем О каких-то онлайн занятиях Или о каком-то кружке Чтобы куда-то походить Мы думали О каких-нибудь кружках Так Я вас поставила На штатив Потому что У меня разряжается телефон А беседа Она как бы льется Мы думали О том Чтобы Здесь есть всякие Значит Во-первых Мы думали о бассейне Дамир очень хотел Ходить в бассейн Но когда мы сходили На море Он подумал И решил Во-вторых Аллергия на хлорку Внесла свои коррективы Вот Дамир подумал И решил Что пока Он в бассейн ходить Не хочет Он хочет просто Больше времени Проводить на пляже На море И у меня тут Опача Сеточка Так Дамир решил Что он просто Больше времени Хочет проводить На пляже На море И так далее И тому подобное Что это его гораздо Больше в данный момент Интересует Чем Бассейн Мы вернемся К теме бассейна Немножко позже В любом случае Сейчас У Дамира Все лето Была аллергия И поэтому О бассейне Никакой речи Быть не может И не идет У него все лето Была ужасная Сколько у меня Заряда батареи 13% У меня тут Телефон Гавкает Когда 15% А здесь Когда 19% Вот Значится 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 О чем это я Значит Мы не ходили Ни в какой бассейн Потому что У Дамира Была все лето Аллергия Очень сильная На кожу И у меня тоже И как бы У него еще Аллергия на хлор Поэтому Мы решили Больше времени Проводить на пляже На море Больше купаться Отдыхать Следующим летом Я не знаю Что будет с лагерем Я вообще не знаю Что будет с нами Где мы будем И что мы будем Вот Но Значит Я о чем это Хотела рассказать Я хотела рассказать Что Все я устала Так О чем я хотела рассказать Я хотела рассказать Что в общем Лето у нас было Очень насыщенным Что мы будем делать дальше В какие мы кружки Будем ходить Я не знаю Пока у нас Только Пока только Английский И школа Я думаю Что с 10 утра До 5 вечера Ребенку вот так Занятий Всех этих хватает Я думаю Не стоит его мучить До 10 утра И после 5 вечера Потому что Все равно Вечером нужно Прийти Положить портфель Нужно взять Какие-то вещи Для кружка Я не знаю Нужно в конце концов Поесть Он устанет За столько времени Он захочет кушать И так далее Дальше До 10 утра Но это еще раньше Опять же Нужно хотя бы час Между школой И кружками Выдержать Потому что Ребенку нужно отдохнуть Ему нужно покушать Попить Переодеться Портфель взять Я не знаю Это тогда что В 9 утра С 9 утра До 9 утра Чтобы закончились Эти занятия Нужно Тогда во сколько У него начнется Кружок В 8 А туда еще Нужно добраться В общем Ну как бы не получается Влепить еще один кружок До 10 утра И не получается Влепить еще один кружок После 5 вечера И не вижу в этом Абсолютно никакого смысла В том чтобы лепить Еще какие-то кружки В это время Вот Пусть ребенок Отдыхает Я думаю Ему достаточно Вот Английский Я уже говорила Мне много кто говорит Что ты за мать Ты не мать А кукушка Зачем ты заставляешь Ребенка ходить На дополнительный английский Ему нравится Он сам захотел Ему очень нравится У них там очень клевая атмосфера Они там поют песни Они там учатся По другому совсем Не так как в школе Они там играют Они беседуют там Они изучают Друг друга Мир и так далее Они изучают Кто там что любит Там кушать У кого какие питомцы Они беседуют На этой теме На английском Друг о друге Беседуют О своих увлечениях Они поют песни Учат стихи там Они проводят там Традиционные праздники Английские Они там Хэллоуин отмечают Католическое Рождество Пасху с пасхальным кроликом Им там весело Им там реально нравится Вот Детям Там не в напрях учиться Поэтому ему там Очень сильно нравится Я абсолютно не против Этих занятий Того что мой ребенок Их посещает И так далее Кто скажет мне Что я тот человек Который говорил Фу не люблю женщину С разноцветными ногтями Если что Я имела ввиду Когда все ногти Разного цвета На одной руке И на другой Когда они абсолютно Не совпадают И когда все 10 ногтей Разного цвета Накрашены И еще и туда Наляпаны рисунки Блестки И прочая Хрень Для меня это странно Особенно когда это Какой-то офисный работник Возможно им не хватает Яркости В стиле Или в жизни И поэтому они это В ногти преподносят Я вот так часто Сейчас отыгрываюсь На ногтях Потому что у меня Аллергия на лице И мой максимум Это какой-то Хайлайтер Бибишка На лице И например Какой-нибудь блеск Бальзам для губ Я не знаю Там помаду Могу даже накрасить Яркую Желательно Не китайского производства Иначе даже на губах Будет аллергия У меня Она только-только Начинает постепенно Сходить Меня очень сильно Выручил Вот этот бальзам Ямалая От аллергии Поэтому у меня Ребенок Очень Вот такой Такой Ямалая После аллергии Очень-очень Увлажнил мне Мои губежки Вот У меня вот Да У меня вот Тут вот Такой ноготочек Какой вот Зелено-голубенький Такой Тиффани Я считаю И этот тоже Он у меня Белый С розово-зелеными Такими Вот такого цвета Зеленый Здесь и розовый Такие вот Точечки Шарики Вот А остальные У меня Вот эти вот Такие вот Морковно-красные И эти ноготочки Синие Вот так вот У меня постоянно Этот какой-то Каратыш Ладно Это не важно Это не важно Моникюр я делаю Себе сама Потому что Меня заколебали Грибок Перепилы Кровища У меня на коже На кутикуле Везде Мне неприятно Когда меня пилят Одной пилкой С кем-то Даже когда Поначалу Мастер показывает Все прям Все стерильно Как будто Я зашла В хирургический кабинет Потом начинает Отлынивать И показывает Что ну не так уж И стерильно Или находиться В комнате В которой плохо С вентиляцией Когда работает Например Уже не один мастер А два мастера И даже не включен Вентилятор Весь опил Все там не в лицо Я сижу Душу этими гелями Лаками Рядом мастер Работает Я тоже Всем вот этим Вот Всего вот этого Больше становится Пыли Запахи гелия Я не выдерживала У меня начинает Опухать лицо У меня брычи У меня аллергическая Сыпь начинается У меня опухает Язык Небо Все на свете Опухает горло Глаза опухают У меня Очень сильно Начинает печь Гореть Пальцы Ногти Все вот эта кожа Все начинает Прям пульсировать Я думала У меня пальцы Вместе с ногтями Все нафиг Отвалится В последний раз Оказалось Что у меня Аллергия На кислотный Праймер И на кислотную Какую-то штуку Для удаления Кутикулы Я этим всем Вообще не пользуюсь Я когда начинала Делать сама Я сначала кислотным Праймером Пользовалась Потом Он у меня Практически Закончился Потом я Переехала Уехала Мне его муж Зачем-то Привез Говорит Ой Я думала Он тебе нужен Ты же всегда Пользовалась Я тебе привез Я говорю Спасибо Ты его разлил По всем По всем вещам Разлил он Короче Его нафиг Везде По всему этому И в итоге Я его больше Не покупала И вы знаете Все прекрасно Держится Ничего Без праймера Все сцепляется Все держится Ничего не отваливается Все и так Замечательно Вот Педикюр Ну по настроению Чаще всего У меня все-таки Просто я наношу Базу И просто Наношу финиш Чтобы все блестело Все было красиво Ухожено Все зачищаю Вычищаю Подпиливаю Вот Летом И в начале осени Ну Тоже Разные были Маникюры И тоже И такого вот Синенького И такого вот Цвета Был Педикюр У меня И цветочки У меня были И все Резноколеровое Тоже там было По разному Было Вот По разному Вот Делаю я ногти В среднем Ну как бы Каждый месяц Короче Иногда это Раз в 3 недели Иногда раз в 4 недели По разному Смущает ли меня То что у меня Вот некоторые Кричат То что там Волосы отрастают Затылок Бритый Смущает ли меня То что они Иногда Вылазят Торчат Как-то Нет Вообще Не смущает Мне наплевать Что обо мне Думают Угружающие Я об этом Часто говорила Мне лишь бы Самое было Красиво Комфортно Моя 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 Какая-то Позиция Не века Я такая Часто Облысеешь обсуждаем школьную занятость детей домашних заданий о в учебнике написано вот все надо искать где-то вот это самое делаем домашек задают о вот так вот просто поэтому мы тут потихонечку дуреем это как где-то прочитала женщина одна пишет надо правда за донецкие школа парит не знаю что делать прибегаю с работы думаете жевать готовить и за домашки садиться лет не знаю за что хвататься вот та же история только я сработать не прихожу я дома работаю фриланс фриланс да здравствует фриланс вот на которые я сидя у себя в кабинете парикмахерском работа парикмахером когда-то в донецке у меня был свой кабинет я была деловая баба когда-то об этом даже не мечтала у меня был свободный график работы замечательнейшая начальница к сожалению царствие небесное она к сожалению умерла ну вот я очень сильно любила и боялась боялась и любила вот много кто ее не любил к сожалению вот много кто ну вот просто они значит решили сесть ей на шею да на голову и сесть она не получилось и она как бы их скинула со своей шеи с головы им это не понравилось ну потому что все же себя любят и поэтому они ее не любили нет то есть как бы нету чтобы работать нормально нет бы чтобы там лишний раз остаться когда надо работать хорошо а не бухать или шляться непонятно где люди садились ей на голову когда понимали что то не работает с ней она их ведь возьмет и скинет лихо что у меня нет ничего у тебя есть у тебя есть сухой корм влажный корм вода иди ешь у тебя все есть лоток чистый что тебе надо дитя малая бегать за мной обои все ободрал будь старов нет я не бью своего кота все равно я его выгоняю периодически чтобы он не драл обои у него есть где качать точить свои когти вот но я не луплю кота и не ору на него потому что он все равно обдерет обои когда буду спать или когда мне не будет дома все равно это сделает какой смысл ходить и сокрушаться и портить себе нервы свое здоровье и так далее все равно это сделает мать твою просто в моей квартире обоев не будет страшно страшно варвара которая на базаре кусалась зигмунда дермидонтовна ой не надо на меня охотиться я тебя я сама его боюсь скорее он придет и скажет мне какие-нибудь гадости наругает меня и побьет за то что я что-то делаю не так как коту бы хотелось вам полностью поработил он в доме хозяин все это все что я хотела рассказать домашних заданий огромное количество у нас всего один кружок я не плохая мать и они я не я не мальчика потому что я вожу ребенка на дополнительный английский имея английский в школе обычный нет просто ребенок очень нравится ему этот предмет он очень любит учителей он очень любит это эти уроки как они до 2 лет меня он очень любит эти уроки он очень любит как они проходят ему настолько сильно нравится что он ходит туда по своему желанию я его нет я его не заставляю туда ходить он ходит потому что но он этого хочет поэтому он и ходит сюда вот поэтому я не я не мачеха на робототехнику дамир очень хочет ходить и хочет ходить еще он в бассейн ну из-за аллергии на хлорку мы то время мы короче это отодвинули пока что вот пока не будем ходить мы решили больше плавать на море пока что и он очень еще хочет ходить на уроки связанные там с компьютерами и с информатикой поэтому мы решили эти уроки либо в онлайн режиме летом или там на зимних каникулах проплатить если по количеству уроков то мы проплатим он будет ходить позаниматься онлайн пока если же если же нет как бы мы в любом случае может на лето куда-то запишемся нет тогда уже после там 2 класса с 3 класса где-то будет куда-то еще ходить вот потому что он этого хочет вот если нет у нас там лихие замыслы возможно в пятом классе будет на что-то еще интересно ходить пятом классе вообще по любому поэтому посмотрим как у нас будут по графику потому что но в первую очередь же нужно делать домашние задания по обычным предметам успевать по обычным школьным урокам а если ребенок успевать то тогда уже есть смысл добавлять кружки если ребенок не успевает обычные школьные уроки делать тогда уже конечно ну какой куда кружки вот толку от того рисования или там я не знаю рис раскрашивания футболок если ты не успеваешь делать обычные если ты не успеваешь делать обычные уроки мы правильно говорю да мир успевает вот но я не хочу вас сильно нагружать ребенку тоже нужен отдых тоже нужно общение с друзьями с родственниками какие-то игры мультики я не знаю там прогулки и так далее тоже какие-то развлечения еще нужны не только одни кружки даже если они приносят удовольствие это все равно учеба это все равно работа какая-то вот все мы с вами сегодня заболтались как вы относитесь к кружкам водите ли вы своих детей в кружки я в кружки не ходила ни в какие вообще даже в школе у меня было ужаснейшее зрение я очень долго сидела над уроками я была страшно страшно капуше ну и почему то мама меня не записывала ни в какие кружки я просилась я просилась на пение на рисование мне кричи никуда вообще не выйти сам почему-то не могу сказать что я чувствую себя там какой-то страшно обделенная у меня были такие моменты в жизни когда я реально чувствовала себя из-за этого обделенной мне было обидно мне было неприятно говорила об этом маме тоже не могу сказать что на данный момент я чувствую себя также нет на данный момент у меня все хорошо на данный момент я счастлива той жизнью которая у меня есть теми занятиями теми делами которые у меня есть дальше больше я буду приумножать все улучшать все что у меня есть вот и чем я занимаюсь я думаю что дальше будет только лучше лучше все лучше впереди и давайте на этой ноте закончим все лучше впереди друзья мои до новых встреч